Мы проводим очередной стрим, как обычно, по вторникам с Андреем Андреевичем Пьянковским. Еще раз, Андрей Андреевич, приветствую. Добрый день, Марк. Добрый день, Константин. Мирный план мы назвали. Так, наш эфир, хотя понятно, что тема обширнее. Мы будем обсуждать, понятно, американские новости в контексте идущих событий, что в Украине, что на Ближнем Востоке. Перед тем, как мы продолжим наш разговор, пожалуйста, к нам уже приснилось больше 2000 человек, пожалуйста, сразу же ссылки на этот эфир поставьте, разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, с тем, чтобы и другие зрители имели возможность присоединиться к эфиру, послушать, о чем мы будем говорить, ну и по возможности сами, в свою очередь, уже распространить ссылки на этот эфир у себя. Ну и, конечно, ставьте лайки, поддерживайте наш канал. Пожалуйста, найдите возможность проверить свою подписку на канал Фейгенлайв, потому что многие продолжают жаловаться, что подписка слетает, они не подписаны на канал, не приходят уведомления о новых видео. Просто проверьте. Те, кто посмотрел это видео, просто возьмите и проверьте, не поленитесь. Ну что же, Андрей Андреевич, вот смотрите, события за последние дни или в течение недели, прошлой и начале этой, свидетельствуют о тех же тенденциях, которые как бы нарастают. Вот ситуация с выборами в Соединенных Штатах предопределяет ход событий, как в Европе, так и на Ближнем Востоке, в самих Соединенных Штатах. И они не внушают, будем честно говорить, большого оптимизма. То есть это такое сдержанное отношение. Тем более, что, тем не менее, несмотря ни на что, вопрос с помощью Украины, это 60-миллиардный, он так и продолжает висеть, определенности нет, когда он, может быть, этот вопрос решен. Поэтому это все в фон того, что происходит. Но начнем мы со следующего. Буквально день назад советник Путина Ушаков, бывший посол в Соединенных Штатах, посол в Вашингтоне, он до Антонова был, ну, естественно, давний сотрудник спецслужб, генерал, заявил о том, что, как и прежде, мы заявляем о своей готовности. Вот симптоматически, что именно Ушаков об этом заявляет. Сфера его деятельности, сфера его компетенции – это международные вопросы. Заявил о том, что Россия опять вновь заявляет о своей готовности к переговорам, но вот, мол, партнеры на другой стране, он имеет в виду Украину, и западные страны совершенно не готовы к этим переговорам прибегнуть. Песков на своей лады, так сказать, тоже на свой манер повторил то же самое, там детали разнятся. Можно ли это считать неким откликом на идущую подобную же дискуссию в ходе выборов в самих Соединенных Штатах, отчасти в Европе, но в меньшей степени сейчас? Либо это ничего не значащие дежурные заявления, которые ни к чему не ведут, ни о чем не свидетельствуют, продолжают быть просто в контексте риторики и пропаганды, которую Кремль ведет. Может быть, перед выборами в Турцию, вот, к Эрдогану, может, еще почему. Какое значение здесь следует увидеть? Ну, это стандартная ритуальная фраза, что мы всегда за переговорами, только наш оппонент не готов. Это Путин каждый день повторяет на встрече там с пионерами, со студентами, с пенсионерами, с кем угодно. Конечно, обращать на себя внимание включение Ушакова в эту компанию. Он довольно такая серьезная фигура. Впрочем, я его хорошо знал. Когда я был в Ацене, работал от четвертого по пятый, восьмой год, он был послом, мы с ним встречались, обедали даже вместе неоднократно. Так, он очень умный человек. Кстати, я не уверен, что, я не точно не помню все детали, но мне кажется, что он МИДовский карьерный работник, а не генерал. Ну, прикрытие, мне кажется, я думаю, что... Ну, не важно, но они все там... А Путин бы взял бы к себе советники, не имеющего изнанку лубянки... Ну, они все там про лубянина, но он же ужасно хотел стать министром после Иванова. Это известно, да. Он даже, с ним даже такой казус прошел, он собрал все свои вещи, накопленные честным трудом в Соединенные Штаты, отправил в Россию, но был назначен в Европу. Вот, но он как бы отреваншировался, взяв, ну, как сопоставимый пост личного советника, президента по внешней политике. Мне кажется, вот он, ну, вот как у Сталина были и Литвинов, и Молотов, вот когда-то нужен Молотов, да, когда-то нужен Литвинов. Вот, мне кажется, этот... Ведь Иванов не замечен, и, знаете, это его предшественник Иванов, Ушаков не замечен, мне кажется, особенно людоедскими заявлениями, ну, в стиле того же Лаврова, никогда уже Ледведя. Так что для карты переговоров, для имитации переговоров он может быть использован. Но, собственно, а что, какая идет дискуссия на Западе? Достаточно, в общем, европейская позиция сейчас достаточно заметно ужесточилась, и официальная американская Белого дома, несмотря при всех претензиях нам к этой позиции, никаких высказываний, наоборот, что сейчас нет атмосферы для приговоров, это мы слышим от высших чиновников Белого дома. Есть Трамп, есть Трамп, который, думаю, все время заявляет, что он 12 часов договорится с Путиным. Ну, ясно, в чем он договорится о капитуляции Украины. Ну, кстати, для того, чтобы понять деятельность Трампа, давайте все-таки посмотрим, что он будет делать. Посмотрим на вот эту невероятную абсурдную ситуацию. Три месяца назад президент Байден, после очень такого серьезного заявления, которое мы все аплодировали, о том, что идет мировая война, когда враги свободного мира обрушились на нас. Иран и Хамас хотят уничтожить Израиль, Путин уничтожит Украину, мы это никогда не позволим. Эти слова были подтверждены делами. И отправкой двух авианосных групп на Ближний Восток, мы, кстати, сегодня об этом поговорим, о ней как о судьбе, об этом оружии, висящем на стене в пятом акте, так, драмы, хатам, и вот этот закон, по которому Украина получала 61 миллиард рублей. Три месяца он блокируется, причем удивительная вещь. В общем-то, его поддерживает подавляющее большинство американского политика. Ну, демократы, это партия, которая официально его внесла. Что касается республиканцев, мы с вами обсуждали очень сильные документы, и есть он на столе сейчас. «A proposed plan for victory in Ukraine», подписанный тремя председателями комиссии Палаты представителей республиканцев по обороне, по внешней политике и по разведке. Этот план резко критикует Байна за недостаточную помощь Украине. И, собственно, они формулируют там, во-первых, то, что победа в Украине совершенно необходима для Запада, для защиты свободного мира, для безопасности Соединенных Штатов. И они называются практические вещи, которые мы с вами уже устали называть каждый день. Это предоставить Украине то оружие, которое позволит использовать фундаментальную слабость российской группировки, уязвимости и вооруженных сил в Крыму. То есть предоставить истребителей для наборной ракеты «Эрнс», которая позволит просто вычистить крымскую группировку полностью оттуда, с полуострова. Ну, Украина и так даже практически не обладая ни флотом, ни авиацией, она выгнала из Черноморский флот, из Крыма, из Севастополя. И понятно, что вот это сломает вот ту инерцию такой позиционной войны. Да, есть патовая ситуация на громадной тысяче километровой линии фронта, не позволяющей ни одной стране разбернуть серьезные наступления. Но еще раз повторяю, есть вот поклаловательство, так называемое центре тяжести военной. Это Крым. И вот достаточно узкий набор вооружений, который давно обещан и которого долго ждет Украина, позволит быстро решить эту проблему. Ну, недавно выступал на днях очень драматически лидер республиканского мельчества в Сенате Миш МакКоннелл. Он вообще призывал, чтобы Запад должен проснуться, речь идет о судьбе Запада. Мы должны немедленно помочь Украине. Ну, хорошо, миленький. А почему же республиканцы блокируют этот проект, законопроект? Понимаете, какая ситуация? Лично Трамп, лично его наиболее приближенные ему люди, самые д***** Трамписты, мы знаем, человек 5-10. Их достаточно, потому что они уже сняли двух спикеров, и они угрожают совершенно четко спикеру Джонсона, Майклу Джонсона, если ты поставишь на голосование вопрос в Украине, через несколько часов ты перестанешься быть спикером. Ну, надоело об этом говорить, это такая процедурная вопрос. У республиканцев очень маленькое большинство. В палате там 5 человек, и если будут инициированы вопросы о призывании спикера, и небольшая группа, там 5-10 человек республиканцев, которые голосуют против своего спикера, он потеряет пост. Так вот, Трамп лично, лично в 3 месяца блокирует помощь Украине. Это не вызывается никакими идеологическими или электоральными соображениями. Это не входит в тот набор ценностей республиканской партии, за которой значительная часть населения голосует за Трампа. Это не входит в идеологическую республиканскую партию. И это, скажем, вот эта его деятельность не приносит ему никаких дополнительных там очков в население, потому что вопрос для республиканского электората вообще вопрос внешней политики недостаточно вторичный. То есть, я хочу сказать, он не получает на этом никаких особых избирательных очков. Это его личный каприз, личный раз показывает. Почему я подчеркиваю этот факт? Это показывает, что у него особое отношение в Украине, основное не на идеологии, там, трампизма из бурганской партии, а его личное, давно сформировавшееся. Оно коррелирует вот с его странной привязанностью к Путину в течение последних там уже десяти почти лет. И с его очень враждебным отношением к европейцам. Но он платит им за такое же отношение, которое они проявляли к нему во время его президентства. То есть, когда этот человек говорит о том, что он решит украинскую проблему, у меня нет никаких сомнений, что решать он будет одним способом. И мне кажется, вот этот выход у Шакова на сцену и вообще активизация темы переговоров, это не то, что ответный сигнал Трампа. Им не надо обмениться сигналом. Сейчас Путина и Трампа одни и те же личные враги. Это глубинное американское государство, это Украина и это Западная Европа. Им не надо ни о чем договориться, они прекрасно понимают друг друга с полуслова. Это и есть полуслова, это пока согласие, ожидание. Ожидание в Москве приходит Трампа к власти, когда они наконец получат возможность склонять Украину уже совместно с Соединенными Штатами к капитуляции. А сделать будет это Трамп очень просто. Сейчас пока он блокирует помощь Украине, но какими-то путями она все равно будет доставляться. Ну Европа в частности очень сильно включилась, сейчас и финансово, и по набору вооружений. А 21 января 2025 года он просто остановит все военные поставки в Украину. Я об этом не сомневаюсь. Ну есть у нас русскоязычные там трамписты. Ну я помню, господин Коу, господин Орионов, они почему-то до сих пор уверяют нас, что Трамп придет и как раз вот он и поддержит Украину. Ну это в вопросах личной биографии. Ну да, вот не будем даже называть имена, но вот откуда это убеждение, что у Трампа есть тайный план решения проблемы Украины, скажем так, без ее поражения, в ее пользу? Вот это действительно странная логика некоторых из сторонников Дональда Трампа, при том, что он ведь не скрывая, говорит о пренебрежении всеми интересов, кроме Соединенных Штатов. Америка фест тогда по отношению к этой главной идее все остальное вторично. И собственно его реакция на некую глобальную роль и место в этом первенстве НАТО, например, как военно-политического союза, оно же тоже очень-очень показательное. То есть если нету НАТО, а что есть взамен, если нет НАТО? Да, тут мне, кстати, в чате пишут, ребят, у меня бывает ломает, у меня джетлаг, вы не забывайте, у меня разница по 7-8 часов, так что не надо тут издеваться над тем, что Фегина иногда кеморит и так далее. Все нормально, все хорошо. Так вот, что вы думаете, Андрей Андреевич? Нет, ну, это болезнь, трампизм, это особенно русскоязычный трампизм, это тяжелое психическое заболевание, тут не надо искать никаких болезней. Ну, человек, я повторяю, 3 месяца 1 человек по существу против воли большинства республиканской партии. Ну, я не хочу зацерилизировать эту республиканскую партию. Ну, тот же Митчев, например, вот очень характерный случай Митча Макуова. Он произнес страстную речь, что или мы сейчас поможем Украине, или вообще будет конец нашей цивилизации, а закончили, говорит, Рослиминский фраза, а в то же время мы должны соблюдать единство нашей партии, у нас есть единственный кандидат, который мы... То есть он запугался, зомбировался, и тот же Майк Джонсон, он всегда тоже правильные слова начинавцы говорил, что нет, ни в коем случае Путина нельзя дать победить, он пойдет дальше, нам придется платить уже не деньгами крови, это они поняли, но вот, кроме того, мы должны там потребовать границу, граница важнее, а Трамп уже дал указание срывать все договоренности в Сенате. Да, кстати, вот самая свежая информация, но она не самая свежая, она вечера воскресенья, Сената Мерфи, который возглавлял демократическую часть вот этой двухпартийной группы, вырабатывающей компромисс по границе. Он заявил, что мы все, до последней запятой, мы своими республиканскими коллегами согласовали текст. Кстати, очень далеко идут Байден, пошел на очень-очень большие уступки республиканцам, и вот мы в понедельник или во вторник, в понедельник, что у нас же будет сегодня, мы представим его в Сенате, мы проголосуем в Сенате, да. В Сенате он пройдет, но мы не исключаем того, что Трамп сорвет это соглашение в Палате Представителей. Вы же понимаете, Трамп доходит до абсолютно нелепости с точки зрения республиканских интересов для того, чтобы не допустить помощи в Краине. Ну, слушайте, вот Байден уже пошел, ну, на 90%-то было. И республиканская критика по границе была совершенно убедительной, конечно. Демократы абсолютно распустили там по Боди. Ну, и потом у них был такой партийный интерес. Чем больше Латин придет, тем больше Латин зарегистрируется как граждан СССР, тем больше у них будут избиратели. Потому что выход из Латинской Америки, как правило, голосует. Так что это уже очень серьезная проблема. Это и демократы поняли. Ну, хорошо, вот, почему же не согласиться на этот компромисс, который поддержали сенаторы, республиканцы. Это резко улучшит ситуацию на границе. А кроме того, ну, если вам это недостаточно, ну, есть выборы через 9 месяцев, приходите на выборы, выигрывайте их и вводите новый закон. Нет, давайте сорвем, пусть будет плохо. Это будет ненавидно. Так что тут никаких иллюзий нет у Трампа. Три месяца он занимается тем, что перекрывает лично, лично. Не как республиканец, а как... И даже не как трампист, потому что, ну, и большинство и трампистов в Конгрессе не настроены так резко по Украине. Это личная группка его спецназ, лично преданные ему люди, там, где 5-10 человек решают. Поэтому у меня никаких сомнений нет. И я думаю, что они с Путиным пойдут дальше. Вы спрашиваете, а что же будет без НАТО? А вот они предложат такой вариант. Безоправление НАТО примерно вот... И вот я же... Многие читали мою статью «Manjurian Candidate». Там я привожу такое воображаемое выступление Трампа 25 января 2025 года. О том, что, знаете, мы с Владимиром констатируем, что созданная в середине прошлого века организация НАТО совершенно не справляется с обеспечением безопасности и стабильности Европы. Более того, ее бездумное механическое расширение привело уже к одной большой войне в Европе. Мы с Владимиром твердо решили, твердо решили покончить с этой войной. Я, с моей стороны, прекращаю поставки вооружений, как бы поддерживающие эту войну. И я вношу законопроект в Конгресс о признании границ, о признании территориальной ценности Российской Федерации в Украине взаимным в границах определенных Конституции Российской Федерации. С моей стороны, мой друг Владимир высказал готовность признать любое украинское правительство, которое, а, освободит оккупированные Украины на сегодняшний день российские территории, а, б, подпишет с ним договор о дружбе и добрососедстве, обеспечивающий права русскоязычного населения Украины. И вот это станет образцом новой структуры. НАТО должна, не реформировавая безопасность в Европе, должны поддерживать и обеспечивать, как это было после Второй мировой войны, две великие державы, Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация. Вот это одинаковое видение Путина и Трампа. Поэтому ни в коем случае этот сценарий нельзя допустить. Есть два способа его не допустить. Первый, самый радикальный, это одержать победу свободного мира в Украине задолго до 21 января 2025 года. А это практически достижимо, это все в руках Вашингтона. Это говорят все военные эксперты. Это тот набор вооружений, который необходим для зачистки Крыма украинской армии. А вторая мера, она не противоречит, первая, дополняет, это не допустить номинации Трампа на Республиканской конвенции. Это вполне может сделать замечательный кандидат Республиканской партии, Ники Хэлли. Кстати, ничего еще не решено. На Республиканской конференции номинирует кандидата 2500 делегатов Республиканской конференции. Пока у Трампа есть 30 делегатов и у Хэлли 19. То есть все еще начинается. Я утверждаю, вот я повторю еще раз для американской аудитории, я предлагаю американскому обществу поставить один очень интересный эксперимент. Я утверждаю, что Хэлли наиболее востребованный американским избирательным кандидат. На чем основано это мое убеждение? Ну и проводят известны хорошо результаты опросов. За кого вы будете голосовать, если в финале президентской гонки будет Трамп и Байден. Последние опросы, раньше это все колебалось вокруг плюс-минус 1%. Последние вопросы устойчиво показывают плюс 5% Трампу. Мы обсуждали с вами, почему это. Байден теряет поддержку левого крыла своего фанатиков Палестины, те, которые вот эти пропалестинские. И, кстати, гнется под их влиянием. Вот. Проводится другой опрос, а кто, за кого вы будете голосовать, если в финале будут Хэлли и Байден. Так вот, Хэлли выигрывает у Байдена 17%. У нее более широкий круг поддержки. Ее поддерживают все независимые и многие демократы. Этого недостаточно для того, чтобы убедить слушателей, что Хэлли не более востребованную. Но я предлагаю, почему-то ни кем-либо импостерам с *** не приходят зашоленным. Не приходит в голову простенький вопросик. Поставьте такой вопрос. А за кого вы будете голосовать на выборах, не так сказать, кого вы предпочитаете видеть как президента Соединенных Штатов, Трампа или Хэлли? И вот моя рабочая гипотеза заключается в том, что эти опросы показывают большое преимущество Хэлли. Понимаете? А почему же тогда тогда мне могут задать вопрос, а почему она пока вроде бы проигрывает республиканские премии, поэтому и не оказывается финансовая. А это, извините, в этом и серьезный, между прочим, недостаток американской избирательной системы. Иногда наиболее востребованный всей страной кандидат не может пройти пройти сида партийных. Правильно. Почему? Потому что я сказал, Хэлли безоговорочно выиграет у Байдена, и я предполагаю, это моя гипотеза, но я в не уверен. Давайте проверим. Кстати, уже появились некоторые голоса в американской печати поддерживающей мою. Ну, почему вы не проверите? А почему она проигрывает? Она выигрывает на общеамериканской выборке, вот на этих опросах. А праймери, это не только не общеамериканская, праймери, это даже не общереспубликанская выборка. Понимаете, праймери? На праймери ходят наиболее ангажированные активисты партии. Это даже не средняя выборка партии. А вот в нашем данном случае, вот есть большая такая квака поддержки Трампа, вот они все очень дисциплинированно, ангажировано ходят на эти выборы. Вот мне кажется, что когда вот этот мой опрос по методу Пьянковского будет проведен, у многих американцев раскроются глаза, что, в общем-то, наиболее востребным кандидатом является Хейли. И максимально, я думаю, они раскроются, вот у Табуа Регеновского кривала республиканской партии, которая замечательные вещи говорит по Украине. Я уже цитировал сегодня и Митча МакКонова, лидера и лидеров республиканцев, это три председателя комитета, МакКо, Рожеш и Эсвин. Они прекрасные выступления, они все понимают, что нужно оказать немедленную помощь в Украине, что это борьба за интересы Америки. Но вот они должны сказать свой голос, пока они вот и как бы зомбируют вот этот надо держаться за Трампа, иначе мы не выиграем его бать. Да не надо вам держаться за этого с***я Трампа, который предает регеновские идеалы республиканской партии. Хейли выигрывает у Трампа гораздо более убедительно. Вот путь к решению проблемы этого манчжурского кандидата и их два. Во-первых, победить на выборах победы на выборах Соединенных Штатов в Нижней Хейли и победы Соединенных Штатов и Украины блока свободных государств в войне в Украине. Так, нас смотрят около 20 тысяч зрителей и 7 тысяч поставили свои лайки. Мы 26 минут в эфире, просьба большая к тем, кто к нам присоединяется, пожалуйста, ссылки на эфир на всякий своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы продолжим наш эфир. У нас в этом отеле какой-то полтергейст постоянно происходит, но я думаю, что мы с этим справимся. Андрей Андреевич, тогда следующий вопрос. Вот последние события, связанные с Ближним Востоком, если вы видели, хуситы продолжают что-то там обстреливать и так далее, и реакция американского эстеблишмента. Причем Трамп сильно критиковал, вот уже включился в критику за нерешительность позиции ударной авианосной группы, которая находится в бассейне Средиземного моря в связи с событиями на юге Израиля, и как бы совершенно непонятно эта нерешительность, потому что у американцев достаточно возможности для того, чтобы все это прекратить. Ну, во-первых, Трамп совершенно прав, когда Трамп говорит, что даже 24, мы должны только поддерживать. Трамп во многом уже прав был в политике на Ближнем Востоке и в ликвидации господина Сулеймании. У него были хорошие инстинкты, но вот необъяснимая его совершенно вот эта путинофилия и крайне негативные отношения к Украине, которые он проявляет сейчас последние три месяца, они тоже никуда не уходят. Но, что касается и критикует он Байдена правильно, ну вот мы разобрали в предыдущей части вот это, я бы сказал, позорное поведение республиканской партии, которая вот душой, умом всем понимает, что поддерживать Украину надо, но как-то зомбированная Трампом. Ну, это просто какой-то разрыв сознания, например, того же Минчева. Вообще, свободный мир погибнет, если Украине мы не дадим помощь, а с другой стороны, давайте все-таки прислушиваться к Трампу, он наш кандидат. Но это не значит, что мы считаем, только хвалим демократическую партию, более того, мы его критиковали два года за эту недостаточную поддержку. Вот та ситуация, которая сейчас возникла, она просто не должна была возникнуть, если бы это нерешительность, колебания, ну, просто по существу предательское отношение к своему героическому союзнику. И слушайте, вот с каким, ну, для этого есть причины, мы очень долго их описывали. Два года продолжалась борьба такого более прокраинского крыла администрации Остин Байден с откровенными предателями Бернсом и Селиваном. Ну, вроде бы влияние этих уменьшилось и прекрасный закон мне сбанул, тут вот возникла оппозиция там. Поэтому ответственность громадная за то, что мы вообще оказались, слушайте, ведь после, помните, какими колебаниями сопровождалось каждый шаг в передаче серьезного оружия. Хаймерсы, Патриотс, Эбрамсы с самолетами до сих пор продолжается. но тем не менее, вот представьте себе, что все это оружие, которое в силу этих героических битв внутри администрации сегодня выдано Украине, если бы оно было в руках Украины в середине 22-го года, когда началось Ханковское и Хрисонское наступление, оно бы закончилось сразу громом российской армии. Почему и наступление 23-го года, оно не завершилось успехом, потому что невозможно вести полномасштабное наступление на фронте без авиационной поддержки. Тут вина ответственность всего американского политикума. Демократы довели вот до такой ситуации, когда уже громадные потери понесла Украина, но есть еще, есть возможность решить этот вопрос очень быстро, а тут нам колеса вставляет Трамп. Но ту же нерешительность проявляет администрация и на израильском фронте. Ну, казалось бы, тоже замечательно, я уже говорил, это первая реакция Байдена, посылка двух авианосцев. Смотрите, что происходит сейчас. Ведь не только Хуситы ударили, Хуситы давно стреляют по американцам, но случилось событие уже большего масштаба, убиты трое американских военнослужащих. Они убиты на базе в Сирии, в Иордании, извините, наконец, в Сирии ударом проиранской группировки, находящейся на сирийской территории. Ну, мы и так знаем, что Иран это породитель, вдохновитель, спонсор и организатор всей этой террористической сети. Но это абстрактное знание. Тут по приказу Ирана были уничтожены американские военнослужащие. Ну и вот, казалось бы, Байден стучит копытом, он одевает военную форму. Мы слышим третье... Извините, говорят, что это создано и искусственным интеллектом, картинка, хотя она из американских американских СМИ. Я сразу оговорить, потом будут меня преследовать и говорить... Вы знаете, она подозрительна. Там все участвующие военные как-то активно беседуют в стороне от Байдена. Да, это невозможно. Поэтому возможно... Но это американские СМИ, понимаете? Мы же... Возможно, искусственным интеллектом, но недостаточно интеллектуальным искусственным интеллектом. Да. Так вот, нам все время говорят о Эдмире, Кирби наш замечательный друг. Он, кстати, да, он всегда по украинскому подействию держит. Вот, это так не оставим, нанесем очень сильный удар. Но в то же время, через запятую, но ни в коем случае мы стремимся избежать региональной войны. Ни в коем случае... Вот это еб***изм, понимаете? Вот это советская частушка. С неба звездочка упала, прямо милом в штаны, все там взорвало, лишь бы не было войны. Вот эту частушку повторяет весь американский политикам. Вот я вижу это во всех сегодня американских газетах, на всех сценариях. Тот же Байден. Да, надо ответить, но лишь бы была война, в б***ю мать. Точно? Я тоже считаю, уже наконец, сколько можно ждать? Уже пустяки. Иран, тот же Байден, ему написали, Блинкин, наверное, написал, ему написали в его речи 9 октября, что Хамас и Иран хотят уничтожить Израиль, а Путин хочет уничтожить Украину. Мы никогда не позвоним. Так что мировая война идет, идет, и пока враги свободы безнаказанно уничтожают Израиль и Украину. А вы, ты старый п***ь, повторяешь ту же самую советскую прископу, лишь бы не было. Лишь бы была война. Она идет со стороны врагов свободы. Лишь бы была война со стороны Соединенных Штатов, так называемой Лидерой Свободного Мира, который способен одноходовкой решить проблему и на израильском, и на Украинском фронте. Если бы я был израильским стратегом, как бы я рассуждал? Вот, опять я напомню, уже то высказанное Блинкина, которое меня восхитило, я с восторгом его цитировал, потом дальнейшая политика американского кабинета, она в значительной степени дискредитировала это заявление, но это не меняет его литературный моральной ценности. Где-то примерно там 11 октября он стоил в Иерусалиме на протоколе он сказал израильтянам, я знаю, как у вас много врагов на Ближнем Востоке, и я знаю, что вы можете справиться с ними одни, но вам никогда не придется это делать as long as America exists, пока существует Америка, мы всегда будем рядом с вами. Но, во-первых, выяснил, что он не прав. Тяжелая истина, которую сейчас поняли израильтяне, в том, что израильяне не могут одни сейчас справиться со всеми врагами. Это самый большой враг, это, конечно, Иран, он организует всю эту террористическую деятельность, и его стражевой пёс Ирана, это Хазбуа, с громадным набором 100 тысяч по подсчётом по подсчётам их современных ракет, готовых покрыть всю территорию Израиля. Это сила для Ирана, в том числе, и сдерживание от атаки на его объекты, ядерной программы. Он не скрывает, что в случае, если Соединённые Штаты или Израиль предпримет такие атаки, то Хазбуа ударит по всему Израилю. Так вот, Израиль, долговременное существование Израиля на Ближнем Востоке невозможно без решения задачи вот этой двуединой уничтожения Хазбулы и уничтожения иранского режима. Первый, конечно, должна ликвидироваться Хазбулы, потому что иначе сохранится её потенциал для удара по Израилю. Так вот, я предлагаю ещё в своей статье «Как Запад может и обязан победить в мировой войне ещё где-то 10 декабря, что Соединённые Штаты, когда Байден послал эти две анонсные группировки, что военно-воздушные силы Израиля и две анонсы группировки Соединённые Штаты должны нанести удар, называть его примитивно, его ни в коем случае нельзя называть первым, потому что обстрел Хазбулы идут уже несколько лет, нанести удар, два удара последовательных, разящих, уничтожающих, для этого достаточно мощи военностных соединений и БВС Израиля, уничтожить весь 40-кратный потенциал потенциал Хазбулы, уничтожить все объекты в Беруте, особняки руководства Хазбулы, и после этого, когда вот это оружие сдерживания Ирана будет вырвано, нанести удар воздушный по Ирану, уничтожить следующие объекты все составляющие ядерного проекта, ракетную технологию, и все высшее руководство Ирана, как крупных военных преступников, организующих всю террористическую деятельность на Ближнем Востоке. И вы знаете, вот 11-12 тогда была атмосфера, когда в Америке соответствующие атмосферы, когда израильтяне, пойдя в эту атаку, могли за собой втянуть американцев. Вот я сказал, продолжу свою фразу, если бы я был израильским стратегом, я бы считал своей важнейшей задачей любыми средствами втянуть Соединенные Штаты в совместную атаку Израиля и Соединенных Штатов по Хазболею без Ирана. Потому что без этой совместной атаки Израиля в долгосрочной перспективе не выйдет. Вот сейчас, мне кажется, создалось окно возможностей для такой. Заключающее следующее. Несмотря на все свои крики, только бы не было войны, мундирчик он все-таки одел, какой-то ответ американцы должны нанести ударом. Ну, видимо, все-таки по каким-то объектам в Иране. И вот в это время Израиль должен своими силами нанести мощнейший, насколько он может, удар. Он, собственно, этим тоже говорит о том, что он уже к этому готов по потенциалу ХСБУ. И вот я считаю, что в этой атмосфере такой общей драки и заварушки, которая неизбежно начнется, невозможно будет Байдену удержаться в стороне. Просто вы же говорили о Трампе, не только Трамп, все республиканские, вся республиканская партия, естественно, и Рогеновская крыла, и Трамп, и многие демократы просто, когда начнется драка, Израиль будет вовлечен в полноценную войну с ХСБУ и частично с Ираном, они разорвут Байдена на части просто, если он не включит мощь Соединенных Штатах. И это окно возможностей, потому что если им не воспользоваться, то Иран не будет повторять эту ошибку. Конечно, они совершили ошибку, ударив по убив американских военнослужащих. Это создало такое давление определенное на Байдена внутри. Если сейчас проскочит, Байден и граница каким-то шлепком таким, то они не скоро будут повторять эту ошибку. В любом случае, мировая война на Ближнем Востоке может закончиться только совместным ударом Соединенных Штатов и Израиля по Хозболе, а затем по Ирану. И вот сегодня вторая после середины октября израильная возможность своими активными действиями мобилизуя самим начать действовать и мобилизуя свое громадное лобби в Соединенных Штатах втянуть их в эту войну. Лишь бы была война. Так, да, это хороший вывод, потому что это спор и этический, и исторический и так далее. А можно ли уклониться от войны путем постоянного попыток избегнуть? Да, и даже по цене, которая приравна к поражению. То есть это бесконечное упование, моление на мир, оно ведет к еще большей войне, к еще большим чудовищным последствиям, потому что война полыхает не только в Восточной Европе, в Украине. Теперь она захватила еще и регион Ближнего Востока, и логичным продолжением этого могут стать и другие очаги, там, от Северной Кореи до Китая, если это с Тайванем как-то в общем себя эскалируется ситуация, то есть она продолжится. Поэтому, конечно, одним ударом рассечь это все и дать понять, что дальше по таким правилам уже никто не собирается жить, уничтожить все эти опасные центры провоцирования международных конфликтов, которые складываются в виде на мировую войну, и это и есть цель. Поэтому не надо, это уж скорее мы так в пространство обращаемся, бояться этой войны. Война уже идет, вот важный вывод, что не война где-то там когда-то, полмиллиона в Украине убиты, это же не война, что ли? А что это тогда, понимаете? Нет, это как локальный конфликт. Поэтому, конечно же, да, в войне, да, безусловно, пусть война начнется. Очень важный момент добавили к дискуссии Китая. Дело в том, что исключительно благоприятно для Байдена сказываются условия. Вот своими решительными словами и действиями 7-10 октября он решил одну ложную цель. Он не интересовал Китай. На Китай это произвело впечатление, помните? Сразу через несколько дней Сипри прибежал в Сан-Франциско, виляя хвостиком, заявил, что не стремится к вооруженным разумом. В обозримой перспективе мы рассматриваем воссоединение с Тайвановым только мирными средствами и давайте восстанавливать наши экономические связи, давайте обратно поток вашей технологии. Он же попал там внутри. он же соблазнил элиту, он сломал все правила передачи власти, дайте мне третий срок, я вам верну Тайвань. У него план, теперь-то видно, что у него никакой армии нет, генералов там расстреливают десятками, мне кажется, в воду заливали вместо топлива ракеты. Да он на себе, он на Тайвань собирался взять исключительно по-легхому, по заветам Сунзин, и прочее. он толкнул Путина на войну с Украиной, если бы Путин план семь дней удался, это было бы колоссальным позором Америки, вторым после Афганистана, и он толкнул собственной Ираны, по-моему, сблизиться Саводской Аравии на террористические акции против Израиля. Поражение Израиля тоже бы воспринималось как страстное поражение Соединенных Штатов. То есть он рассуждал просто вот эти мои прокси или Иран или Россия, они унизят Соединенные Штаты до такой степени, что они потеряют полностью всякие авторитеты, и я возьму Тайвань голыми руками, но все это сорвалось, он понял. Он понял и ушел в тень. Но три месяца продолжается, а Байден снова вернулся к своей тактике, лишь бы не было войны. Си тоже может в конце концов снова проснуться. Увидев эту продолжающую слабость, он может выпустить, но я надеюсь, что это не так. Я надеюсь, что он потерпел очень серьезное поражение внутри китайской элиты. Но там же что-то творится, вы знаете, десятками исчезают какие-то министры, депутаты. Он обещал Тайвань, Тайвань это нет, а громадные провалы в экономике. Да, провалы в экономике очевидные, да, кстати сказать. Тем более, тем более, я не знаю, но кроме Байдена все равно говорить, но кто-то там думает в Пентагоне. Сложилась исключительная ситуация. Китай нейтрализован, и у вас есть две героические сражающие армии, украинские и израильские. Но тут, в общем, все карты у вас в руках для убедительнейшей победы. Дайте оружие Украине по списку давно вам переданному, они выкинут Путина из Крыма и рухнет его режим и поддержите огнем своих авианосцев удар по Хозболе. И, кстати, не понадобится никакой наземной операции в Иране. Все. Там наземную операцию сделают, извините за выражение, иранский народ и особенно такие его отряды этого иранского народа, как азербайджанский народ, курский народ, белушский народ. Там все очень непрочный режим. Вот этих ударов по ядерной программе, по ракетной индустрии и по фашистскому руководству будет более чем достаточно на решение иранского вопроса. Исключительные возможности сейчас стоят в Северных Штатах. Неужели они снова все про... Хороший вопрос, Андрей Ильич. 22 с лишним тысячи прямо сейчас нас смотрят, но тем более как-то оживили в связи с нашими милитаристскими призывами, когда уже мир в труху и так далее. Около десяти тысяч поставили свои лайки. Я напоминаю, что нужно размещать ссылки в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, чтобы привлечь к нашим эфирам зрителей, ставить лайки и обязательно подписываться на канал Фегина и на канал Андрея Андреевича Пианковского в описании к этому видео. По имени Андрей Пианковский можно пройти и подписаться, смотреть видео там. Андрей Андреевич, в завершении темы, вот мы уже больше 46 минут в эфире, ну так, держимся регламентов 50, все-таки хотелось бы вернуться к Москве. Что она? Как там? Куда они ведут? Смотрите, есть такой тезис, я вот его озвучил в своих шотах тоже, заключается он в следующем, что вот эти участившиеся в Европе разговоры о русской угрозе, о угрозе Москвы, о том, что в конце которых надо готовиться, кто говорит там раньше 10-6 лет, потом 3, сейчас уже говорят, куда, какие 6-10 и так далее, мы вот-вот на пороге, это же тоже показатель отчасти и того, что война стала затяжной, чем дольше она длится, а это тактика Москвы, ну как минимум дождаться выборов в ноябре 2024 года американского президента, там, прежнего или нового, они тем самым в общем перевели сознание европейского истеблишмента абсолютно в милитаризованное состояние, то есть всем совершенно очевидно, что если Москва не заинтересована ни в каком мирном урегулировании, а возможности такие бы были, ну там посередине или с меньшей защитой своих интересов, можно было как-то это решить, и вдруг Москва все-таки от этого принципиально отказывается, ждет, пока Трамп вернется в овальный кабинет, ну там январь 25-го будет инаугурация, и это как раз сыграло в общем-то известной степени такую медвежью услугу в Москве, потому что пугая затяжной войну, они привели к тому, что политики один за одним, один за одним в Европе говорят о том, что ну раз так, значит мы должны вот уже готовить войну. Макрон даже, сам Макрон. Макрон в частности, да, там много, там много, все почти, в историю, все. но Европа поняла физическую грозу, им осталось сделать только один шаг логичный, я думаю, они его сделают в течение дней, вот они сейчас говорят, что война неизбежна, они говорят, там через 5 лет, через 3, надо готовиться, готовиться. Да к чему готовить, какую нахуй европейскую армию? Война идет. У вас есть европейская армия, она называется Збройная Сила Украины, эта армия вас защищает, ей нужен только достаточно ограниченный набор оружия, из ваших 6 тысяч этих F-16, разбросаны на склада, пришли эти 200, и европейская армия справится со своей задачей, никакой другой европейская армия у вас не будет, или вы победите в Украине сегодня, или завтра, или послезавтра с вами разберутся, никакой европейская армия, если вы допустите поражение вот этой блестящей европейской армии, никакой другой европейской армии у вас не будет. Я думаю, вот они придут к этому сознанию, но это совершенно логический вывод. А Байдену спасибо, Путину спасибо за то, что надмушили европейцам, что им придется с ним воевать. Ну, надо тут и Трампу спасибо сказать, вот этот всплеск, я констатирую вот этот всплеск антироссийских таких здоровых оборонных настроений в Европе после 12 декабря. Вы помните тот неудачный визит Зеленского, когда Джонсон отказал от голосования, ну и с тех пор прошло еще больше месяцев эти настроения только усиливаются. Ну вот на прошлый уикенд в Вашингтоне было паломничество европейских лидеров. Генсек Натас Толтенберг был, Камерон был, министр и бывший премьер Великобритании. Все они работали с республиканцами. объяснили, объясняли прекратить эти глупости. Речь идет о судьбе мира, о судьбе Европы. Так что я оптимистичен, несмотря на это подлиннкое поведение американского политика в целом, все-таки правда история побеждает. И здесь европейские друзья играют очень важную роль, но они же на своей шкуре быстрее будут чувствовать. Ну да, они ближе расположены ко всему. Я думаю, что и деньги будут, да деньги не проблема, европейцы уже выставят в очередь давать эти деньги, кто 7 миллиардов, кто 10, не говоря уже о том, что размахивает свой мощной суверенный фонд Норвегии. Это мощная, между прочим, полтора три миллиона долларов. Важен набор вооружений. Норвегии. Норвегии. Вот Макрон стал, что, кстати, не характерно для французов, деловым человеком. Он приезжает через несколько дней в Киев с семью листами, с этими скрепами. Прекрасные, прекрасные совершенно ракеты, особенно, особенно они будут хорошие работать на Я-16, потому что они для них приспособлены. Это украинские уменцы какие-то подвески сделали для российских МИГ. Вот. И кроме того, я не знаю, какие-то дискуссии, ну, на мой взгляд, уже они не продолжаются о том, об этом условии Бернса. Помните, что нельзя наносить удары западным оружием по территории России? Вот англичане и французы никогда, ни на секунду себя этими ограничениями не связывали. С том, что Эйдер может ху**ить по Москве, хоть по Боровихе, хоть по Питеру, хоть по... Заломило, прям заломило. Вот. Я, кстати, добавлю в конце, что я скоро выложу экспертизу по мне. Вы знаете, Андрей Ильич, меня заочно арестовали в Москве. Вот. И пришиты шикарные документы, шикарные. Там по мне самое главное экспертиза. Ну, ладно, меня признали вменяемым, и я не наркоман, там, значит, нечислить. А в розыск объявили? Что значит? В розыск давно уже объявлен. Нет, розыск до этого был объявлен. Я еще с сентября или октября объявлен в розыск. Ну, тогда надо спецназ посылать по вашему заходу. А, ну, пусть приезжает Эксду, Эксду, посмотрим, кто вернется. Вот, но не в этом смысл. Значит, там прекрасная, значит, есть экспертиза моих выступлений, я ее выложу, обязательно почитайте, где я везде призываю всех ху**ать, карать и, значит, вернуться в Москву для того, чтобы призывать. Это таким языком описано экспертам. Ну, эксперт, это понятно, но это просто шедевральная работа, где Исфеги нарисует, ну, вот, а, я нацист, вот, нацисты с носами уже тоже у нас теперь как бы участвуют. Так что наша передача с призывами к войне, она, она может тоже ложиться на какую-то из статей, особенной части Уголовного кодекса и так далее. Вполне могу уловить, что это скоро и произойдет. Тем не менее, нас 23 с лишним тысячи смотрят, больше 11 тысяч поставили свои лайки. Жаль, что остальные 22 тысяч пока еще не успели это сделать, но надеемся, что они это сделают, ну, и, конечно, подпишутся на канал Фегин Лайф, распространят ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в 70-х группах, ну, и на канал Андрея Андреевича Пятковского подпишутся тоже. А завтра у нас будет эфир с Тарасом Березовцом, как обычно, ну, я об этом помещу анонс, превью, которые следите за обновлением в моих социальных сетях. Спасибо.